Здраво, приятели! В этом ролике я постараюсь вам рассказать об интерфейсе Хаммера. Начнем без лишних слов. Слева от 3D окна вы можете наблюдать панель инструментов, и мы поочередно рассмотрим каждый из них. Первый – Selection Tool. С помощью этой стрелочки мы можем выделять объекты на карте. Второй – Magnify. Лупа с ее помощью мы можем масштабировать изображение в двухмерных окнах. Но чаще всего используем колесо мыши. Третий – Камера. С ее помощью мы можем ориентироваться в трехмерном окне. Четвертый – Entity Tool. Помогает устанавливать на карте новые энтити. Можно тыкать напрямую в трехмерном окне, а можно и в двухмерном по координатам. Block Tools. Создает на карте брашевые примитивы, чаще всего прямоугольники. Если вы хотите изменить примитив, то в окне справа можете выбрать что-нибудь другое, например, арку или цилиндр. Toggle Texture Application. С помощью этого инструмента мы можем заменить текстуры на брашах и отдельных его фейсах, редактировать их размер и положение. Если вам нужно перекрасить несколько граней одного браша, выделяйте их зажатой кнопкой Control. Чтобы окрасить грань или браш выбранной в библиотеке текстурой, жмите правый клик мыши, наводя на нужный фейс. Кроме этого, нам доступно редактирование лайтмапа и групп сглаживания, урок о которых вы можете найти на канале. И последнее. Нажав вкладку Displacement, вы можете создавать ландшафт и смешивать специальные двойные текстуры. Apply Current Texture применяет в выбранной библиотеке текстуры на весь выбранный браш. Apply Decals наносит декали на браши. Apply Overlay наносит похожие на декали оверлея. Clipping Tool – инструмент, разрезающий браш под заданным нами углом. Браш можно разрезать на две части или отсекать одну из них, нажимая комбинацию клавиш Shift-X. Чтобы разрезать браш, нажимайте Enter. И последней на панели инструментов идет Vertex Tool. С его помощью можно двигать вертексы брашей. Но не искажайте их слишком сильно, при компиляции у вас может возникать ошибка. Что ж, с главной панели инструментов в общих чертах мы закончили. Теперь быстренько переносимся наверх и пробежимся там. Toggle Grid – включает и выключает отображение сети в двухмерных проекциях. Toggle 3D – то же самое, только в трехмерном окне. Эти две кнопки делают сеть плотнее или реже. А вот эти две трогать не стоит, меняет положение всех четырех окон. Если вы что-то случайно сбили, просто перезагрузите Hammer. Undo и Redo – отменить последние действия или повторить. Carve – булевая операция между двумя брашами. На канале вы можете найти видео, посвященное ей. Сгруппировать выделенные объекты, разгруппировать. Игнорирует группу, удобно для редактирования отдельных ее частей. Спрятать выделенные объекты. Если вы хотите вернуть спрятанные объекты, нажимаем вот на эту зеленую кнопку. И вот эта по центру прячет все объекты, кроме выделенного в данный момент. Три этих кнопки очень удобны и важны, особенно если ваша карта огромна и уже подвисает трехмерное окно. Далее идут вот эти три кнопочки, создающие и редактирующие кордон. О нем на канале есть видео. Toggle Select. Если нажать, то выделять объекты мы сможем только кликать на их якорные точки. Toggle Out. Автоматически выделять выбранные на сетке объекты. Далее идут три кнопки, связанных с опеканием текстур. О них на канале тоже есть видео. Это кнопки, связанные с ландшафтом, дисплейсментом. Disp Mask Solid. Спрятать ли отображение фейсов, нередактируемых в Disp Brash. Отображать ли сеть и 3D рисование диспа. Это компиляция карты. Отображать ли хелперы у моделей и брашей. Отображать ли сетку трехмерных моделей в двухмерной проекции. Показывать ли коллизию трехмерных моделей. И последнее. Отображать ли в редакторе фейса покрытые текстурой на джау. Пожалуй это все. Что-то я устала. Но надеюсь что-нибудь новое вы для себя здесь подчеркнули. Ставим лайк, подписываемся, кидаем донат и ждем новых встреч. Приджи с останка.